Более того, встаёт вопрос, а был ли мальчик? Кто, собственно, этот царь великий, который всех захватил, всё завоевал, а сын его путём ума дипломатии и правильных женитьб на тысячи жёных всё это дело в руках удерживал? Кто этот Давид? Да это настоящая мифология. Какой-то мальчик, пастушок, победил великана. Видали мы таких мальчиков и таких великанов в любой мифологии их, видимо-невидимо, сколько хош. Не было никакого царства, говорит Теляевская школа. Был какой-то человек, который выбился в вожди. Он был вождь племени, ну, нескольких племён. Не было никакого царства. Было, не знаю, как перевести на русский язык, слово «чивдом». Чиф, как шеф. Даже не княжество. Чиф – это вождь. Ачивдом по аналогии с кингдом – это его воеводство блестящее, блестящее. Воеводство у него было, а не объединённая монархия. Тем более, что даже Библия рассказывает, что просуществовало это царство. Только два царя – Давид и Соломон. Соломон умер, всё раскололось. На самом деле, настоящее великое израильское царство – это Израиль, северное царство, говорит Теляевская школа. Иерусалим этот вообще захлял, там не было ничего. Ну, веку к восьмому что-то там появилось. Но всерьёз обсуждать Давида как царя великой державы и Соломона как его преемника – да нечего просто. Археологии-то нет. Что же делать? Куда бросаться? Дело дошло до того, что некоторые стали утверждать, что и Давида никакого не было, что он выдуманный персонаж. И вот в начале 90-х годов этот милый человек, который умер в возрасте 100 лет или даже 102-х, Авраам Биран и его экспедиция, в Тельдане на севере в два приёма обнаружила два фрагмента стеллы – плиты каменной с неким текстом. Это не имеет на самом деле никакого отношения к евреям. Это какой-то аморийский царь, Сирия нынешняя, Тельдан на севере, аморий. Какой-то аморийский царь, превознося свои военные победы, пишет, что он того разбил и этого уничтожил, а уж Амврию из дома Давидова так задал. Ура! Амврия – это внешний источник, лучше не бывает, то есть это не еврейский текст. Амври из дома Давидова совершенно не является заказчиком этой плиты, наоборот, рассказывают, как его побили. Но, во-первых, этот царь упомянут в Ветхом Завете, а во-вторых, есть выражение «дом Давидов», то есть царский дом, то есть царская династия. Ну, выдыхаем с облегчением, хотя бы Давид был, хотя отдельные персонажи пытались критиковать эту надпись и говорить. Сначала сказали, что она фальшивая, но она вылезла из раскопок, так что там все было четко. Два фрагмента этой надписи вылезли из разных мест на памятнике, плита была расколотой и пошла в какой-то ресайклинг. Потом сказали, ладно, надпись не фальшивая, но это не Давид, а это Доддя-дя. Ну, как-то тут все стали смеяться. В общем, на сегодняшний день памятник считается неоспоримым, этот эпиграфический. Ну, просто Доддя. Амуре из дома Дяди. Одинаково пишется. Давид был. Доддя. Доддя. Доддя.